Клин попал после того, как я отбился от группы, попал под обстрел противника, потому что я заблудился. И один из украинцев позвал меня попить с ним чай. Типа, парнишка, куда льешь? Зайди в окоп, попьем чайку. Я думал, это ДНРовский оплаченец. Привезли меня в какой-то частный дом, там начались допросы, пытки и то самое ужасное, что приходилось пережить даже касаемо ваку. Минометных обстрелов не так страшно было, как пытки, вот эти допросы. Избивали, любая история, которая их не устраивала, там объяснение, ну в любом ответ не устраивший их, приводил к групповому просто изберению меня, как подушку или еще что-то. Мне оказали помощь, провели операцию и теперь я. Ну, я живой, здоровый, кормят, спим, читаем, много читаем. В принципе, все. Селила в самолет, никто не верил, выходит на самолет, репортеры, конечно, там люди много, Россия, воздух, наконец-то Москва, воздух. Если не хотят быть оккупантом, либо чья-то марионетка по захвату территории, сюда идти не нужно. Фашисты запытать да убить. Да, просто их, где они? Здесь их нет. Дали мне один раз позвонить моей жене, но это все было чисто на камеру, чтобы показать своим же жителям, кто их там поддерживает, вот эти вот другие государства, чтобы вот, смотрите, мы хорошие, мы предоставляем звонок для военнослужащих. Они позвонили своим, наконец-то, семьям, чтобы их страна узнала, что они все-таки в плену находятся. Тяжело, с родственниками не могли общаться, очень хотелось. Тяжело, с родственниками не могли общаться, очень хотелось. Тридцать минут опять буду около него, так что, если вы что-то надиктуете, то он узнает. Привет, Витя, все хорошо, я все сделала, поэтому не переживай, все нормально. Осталось только ждать. И я жду, и дети ждут, мы тебя очень сильно любим и скучаем. Так что, ждем встречи. Я была очень-очень рада тебя видеть и слышать, правда. Я очень-очень переживала. Тяжело тоже спрашивают, когда папа вернется. Очень скучают. Тебя ждем. Очень надеемся, что очень скоро увидимся, обнимемся. Еще я, конечно, хотела спросить еще тогда, что за операция. Как, ну, почему она потребовалась, и как ты восстановился, как ты себя чувствуешь. Как ты ешь, спишь ли ты, как в целом ты настроен. Я надеюсь, так же, как я. Все будет хорошо. Жду ответа. Все, жду обмена. Давайте пока. Пробуй там как-нибудь. Ты скажи, что ты прослушался. Все, я прослушался, я понял. Тоже очень скучаю. Операция по удалению селезенки. Так все нормально. Я восстановился, кушаю, и все нормально. Все отлично. Все, жду обмена. Надавить на этих людей. Привет, у меня все хорошо. Здорово, заживаются, ништяк. Что там по поводу обмена? Потому что что-то ничего не происходит. Звони им, доставай их, короче. И попробуй там как-нибудь надавить на этих людей. Все, спасибо, все, люблю, целую. Давайте, пока. Привет, как у вас дела? У меня все хорошо. Как сын? Поздравь его с 1 сентября. Что там слышно от наших великих правителей? Все, я понял. У меня все нормально. Все прочитал. Тоже очень соскучился. Люблю вас всех. И в следующий раз запиши голосом и детей тоже. Также пытали были при допросе. Избивали. Вы понимаете, что мы собрались для того, чтобы поговорить под запись? И для публикации. Да, понимаю. Соглашаетесь на такое? Отказываетесь? Согласен. Другие виды пыток. Электрические пытки были. Получается, связали руки, связали ноги полностью. Примотали провода к ногам. И все. У меня нормально, нормально все. Нормальный, злой целый. Один сидел напротив меня, крутил тапик. Другой стоял рядом с дубинкой. И тридцать задавал вопросы. Если что-то им не нравилось, они начинают бить. Один бьет током, другой бьет. И так продолжался. Часа три-четыре это было. Все не пизак, все нормально, я жив-здоров. В дальнейшем перестали допрашивать, как они это называли, профилактика. Заходил каждый, кому не лень, и так же продолжали избивать. Я честно говорю, я буду писать, просить, кого только можно, чтобы он попал в первые списки на обмен. Вот нацистов много увидели вы? Не видел. С НАТО вы пришли воевать. НАТОвцев много вы увидели? Тоже не видел никого. Что получается, когда меня взяли уже, положили лицом вниз, я слышал, как они ходили уже и просто добивали раненых, кто был. Они ходили и расстреливали. И при этом слышно было то, что они говорили, типа, какие-то такие, цензурно выражаясь. И ходили просто расстреливали людей. У меня ни сил, ничего не было, два дня он как-то просто ползал. Воды хотел очень сильно пить. Нашел воды там кое-как. Пил, уже сирело. Внутри идет группа людей. Я потихоньку прислушался, смотрел, думаю, наши, не наши, блин, долго. И потом меня просто заметили и сказали, ну, выходи, типа, иди сюда. Типа, руки перед собой и выходи. Я уже был раздел, снял, снял каску, снял, автомат рядом сто стоял. Я без всего уже был, просто вышел и все. Это уже были украинские военные. Они меня просто забрали и все. Нам сказали то, что мы воевать не будем. Мы сказали, либо едете, либо на увольнение. Только так. Я понял то, что пушечное мясо нас просто отправили. Здесь нам абсолютно делать нечего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью и публикацию? Да. Почему вы не отказываетесь? Потому что я хочу рассказать правду. У меня есть что рассказать? Есть. Я бы хотел рассказать на чистую сердце. Думаю, все товарищи мои, которые сейчас здесь со мной согласятся. Все хотим выразить огромное, что мы просто благодарим с нашей стороны Министерства обороны, что вы хищили нас. Обратитесь к своим согражданам. Расскажите, стоит им сюда идти? Может, не стоит сюда идти? Как ваше командование обращается с такими, как вы? Начиная от того, что целый замполит армии приезжал вас вербовать, упрашивать. И тоже же наебал. Будете обращаться? Ну, если не будете, то давайте не играть в премию. Да я давайте с ним. Не буду. Не буду. Пусть идут дальше, да, умирают. Нет, ни в коем случае не надо. Это не наша война вообще. Не надо брать оружие и приходить не на свою территорию. Люди жили свою жизнь мирную. Никому вообще ничего не сделали. Остались без дома. Без дома некоторые, без семьи. И все из-за этих пидорасов, которые просто захотели себе звездочки на нас заработать. Ну, так же просто бросили, как мясо нахуй не нужно. И вышли, блядь. Свою жопу прикрыли, блядь, заработали все, что захотели. Вы за время содержания там постоянно говорили, что мы не нужны нашей стране, что мы мясо, что мы просто обменная валюта. То, что нас просто не хотят пенять даже на трупы. Утро. Мы встаем в лагере, вообще никого нет. Вас тупо бросили, все уехали? Да. Просто все, блядь. Все 140 человек, если было вообще 140, просто все встали и уехали. Забрали всю технику, оружие. Нет, бросили нафиг. И сухпайки вот это, все. То есть мы ходили по лагерю, и там у кого-то броник висел, у кого-то там спальни, мешки, сумки, вот эти, видишь, мешки, бросили все. На самом деле, мы знали не на словах, а на деле, потому что действительно нужны наши страны. Это просто, они за один день бросили нас в лесу, и просто как можно быстрее они просто съебались. Куда я приехал, на хрена я приехал. То есть, вот эти все манипуляции, которые были, это просто они наебали срочников и привезли на передок. Дальше вы здесь? Да, дальше я здесь уже все. Я знаю, вас помыли, накормили. Да. Сколько вы не мылись? Две недели. А тут помылись уже? Да. Как так получается, что в плену вас помыли, накормили, а там ваша армия у вас? Кстати, тут перловка, для меня перловка, это фу, по армии, когда ее дают, холодную, все такую скомканную, тут я поел перловку, я понимаю, что это реально вкусная еда. Мясо мыло? Мясо, да, она теплая, то есть ее есть можно, она вкусная, а в армии это вообще жопа. На телефон пришла смс-ка, фотографии, там было написано, что ваш сын пленул, и его фотография. Ну, когда он приблизил фотографию, я увидела, ну, как бы, то, что он был избит, это было видно, да, то есть это были синяки, сломанный нос. Ну, то есть мама сразу определит, как бы там, вот. Я вижу, как хорошо летает здесь. Да, все нормально, серьезно. Нас бросили наши. Что? Нас бросили наши войска. В лесу уехали. Вот. И, короче, ждем тут, ждем обмена. Все нормально. Да это я в лесу, когда я уходил из леса, когда нас бросили, мы по ночи уходили. И, короче, там вот эти все кусты, короче, деревяшки все собрал, упал. Я сижу, вот общаюсь, журналисты нормальные, все мужики. Нам даже лучше относятся, чем наши в армии, на самом деле. Поэтому, конечно, сразу стало жутко. То есть я поняла, что там, ну, хоть как бы, то, что там, говорил, что его не бьют, там, ну, в это верилось трудом. Папа тоже сильно переживает, вот. Все ждем тебя домой. Все, до свидания. Омуль, привет. Я ведь очень сильно люблю. Вот, у меня тут все хорошо. Вот. Мы обращаемся, нормально живем. Он связывался с Варьей, а у него была такая возможность? Да, связывались. СМС-ка приходила. Ты их СМС от сына приходила? Нет, со стороны Украины приходила СМС, потому что сняли видео с ним и прислали мне. Хорошо относитесь к моему сыну? К вашему сыну. Мы уже взяли интервью более чем у 400 военнопленных. Как показывает практика, они в нашем плену набирают вес. И с ними обращаются лучше, чем ваша армия. Да, да. Их никто не бьет, им оказывают медицинскую помощь, кто с ранениями, профессиональную. Можете зайти на наш YouTube канал, и вы это все увидите. И он говорит, что никого нет. Он говорит, что мы идем дальше. И там никого нет. Вы же понимаете, что вы рассказываете сейчас? Полный бред вообще. Я? Да. Это было все на самом деле? Попали в засаду. Нам в БМП-2 с оврага прилетело два снаряда РПГ кумулятивных. Механика сразу ранила. От ноги до самого паха. БМП загорелось. Мы еще, может быть, метра 200 проехали и врезались. Ну все, БМП заглохло, загорелось. Я лежал в десанте, сначала сидел. Лежал все перед глазами белый. Я не мог ничего понять. Хотел встать, не получалось. Только встал, когда начало БК взорваться. Я нашел в себе силу и бабочку выпрыгнул. Выпрыгнул. Все. Сознание потерял. Очнулся, может быть, не знаю, сколько. Прополз на дороге еще. Опять потерял сознание. И второе сердце уже сознание-то. Ну, пришел в себя уже, как меня два человека тащат подальше от машины. Миномет их не работал сразу по нам. Ну, поле падал все. Осколки налетели. Я прям все это не понимал. Меня тащили вот так вот. Ногами по асфальту. Ну, просто волокли. Пронесли. Поставили на колени. Я еле поднялся, начал БК взорваться. Еле вылез, упал. Пока дополз. И уже тут ваши подъехали. На пикапе они подъехали. Все раз взяли, спросили, что как, где болит. Я объяснил. Там у нас еще раненый был. Один. С ногой просто. Сто процентов нацисты подъехали, короче. Подъехали, говорит, как, что, где болит, да? Да. Да. Да, надо было, конечно, несчастных людей от таких освобождать. Да, оказали первую медицинскую помощь нам сразу, отвезли в больницу. Ну, в больницу там пункт, фельдшерские, что-то подобное. Оказали первую медицинскую помощь, забинтовали раненого. Начали на видео все снимать. На видео снимали, били. Они пытались выбить. Подрезали, пошла, документы искали. Форму всю порезали мне. Ножом угрожали. Потом закинули в пикап и мы к коту ехали. Там еще человек на 15 подбежал, начал со мной фотографироваться. Там, смотрите, орка поймали, там, оккупанта. И вот попоткались и видео сняли, за шкарку брали на голову, поднимали, попоткались. Так вот, видимо, глаза были зарязаны по ощущениям. Найдеваясь и... Это я очень благодаря. В подвал не посадили или трошоком не побили. В плену как вы едите? Нормально, два раза в день кормят. Кормят, да? Медицинскую помощь оказывают каждое утро приходят. Еда теплая? Да, все отлично. Плюс-минус на уровне того, что вы ели, пока вы воевали? Чуть-чуть получше. Даже там вы ели. Нож к главу приставляли, нож к паху приставляли. Сейчас тебе все отрежу, если не согнаешься. Потом где-то ближе, может быть, уже темнело. Мы приехали к какой-то, то ли тюрьму, то ли что, в подвал. Нас туда в подвал определили. Кинули на пол, дали воды, и все. Вы говорите, вы за вот этот весь период ни разу домой не позвонили? У нас была возможность позвонить в штабе. Когда я приходил, там было очень-очень много народу. И когда там оставалось 5-10 человек, говорили, ну все. Батарея садилась? На сегодня звонки окончены. И тут вы попадаете в плен, и вам дают? Да, жене набрали, но жена не взяла трубку, когда я рядом был. И потом мне утром сказали, что они дозвонились для жены, сказали, что я в плену, что все со мной хорошо. Опять там говорили, зачем ты сюда приехал, ты русист, фашист. Мне санитурно набрали. А как раз вы помылись за полгода? Ну, я мылся вот то, что вы ходили в деревню, воду набирали. Каждый четверг мы мылись, но мы сами воду набирали. Чистый четверг у них был каждый раз. Каждую неделю. Раз в неделю. Сами воду набирали, садни на солнце ставили. А тут в плен попали, позвонить сразу дали. Да. Накормили. Ну, вообще-то молодцы. Просто, знаете, в чем? Да, вообще-то, да. Повезли нас как спальное место. Было просто палет, каремат, и все. И одеяло дали. И все, все лежите. Первые три дня я был вообще еле вставал. Потому что вставал, в туалет садить. Вставил на туалет, в туалет, в туалет. Вставал, надо пушиться, все начинал. Потому что все в дебиле. Все голову в дебиле. Кстати, обращение ко всем... Второй раз. Ко всем пленным РФ, которых поменяли, и которые были у нас на интервью. Найдется хоть один смелый, который нам в лицо говорил, я только поменяюсь, я сразу выйду на связь, и мы с вами запишем онлайн какой-нибудь блог. Вот это... Не найдется. А вы как поменяют вас? Не, я все. Я же контракт кончился. Не, вы на связь с нами выйдете? Ну, если есть, будет возможность. По скайпу поговорим, как вы там приехали, как у вас там, что новенького. Трусы, может, какие-то новые. ЗВ? Начну проехать, производить. Ну, скажите, я на камеру выйду. Ну, постараюсь, почему бы нет. Пообщаться можно было бы. Выйдете? Ну да. Все. Надо контакт только будет. А если вам... А вы знаете, что после того, как вас поменяют, вас даже домой сразу не отпустят? Я знаю, что там будут допрашивать свои там люди. Ну, там могут с кулом по голове угодить. А что вы знаете про это, расскажите. Ну, я не знаю, но знаю, что... Ну, это, как сказать... Понятно, что будут еще ФСБ допрашивать свое. Ну, в стране, в которой палочная система, иначе быть не может, правильно? Ну, получается, да. Да. И вам же там скажут. Ты смотри, с какими-то там этими словами, не дай бог. Лохерами. Не дай бог. Ну, я уже не военный человек. У меня контракт кончился. Какая разница? Вас все равно можно привлечь за дискредитацию вооруженных сил РФ или за дискредитацию СВО. То есть, так сократили что-то СВО. Статьи сейчас вроде придумали. Уже по уставу положено мыть вас два раза в неделю, а получилось, что вы мыли себя сами той водой, которую добыли, один раз. Да. Все? Дискредитировали. Получается. Ну, блин. Все, посадят. Надели нам на голову капюшон, чтобы мы не знали, куда мы ехали. Это шапки такие. Завязали нам глаза, руки смотали, и тут же мне в голову прилетел удар ботинка. Прям подошву я почувствовал левую часть головы. Меня начали пинать и душить. Я к чему спросил, по поводу, как вам отнеслись. Можно ли утверждать, что к вам в плену отнеслись более человечно, чем ваши вот эти начальники относились к своим солдатам? Ко мне так отнеслись. Потому что мне оказали первую медицинскую помощь, мне дали позвонить, довели, что я в плену. И вообще как бы ко мне никакого... Вы уже позвонили домой? Я 6 числа, мне, когда взяли в плен, непосредственно звонили тогда. Я хочу напомнить, что вы фактически полгода пробыли в качестве оккупанта, человека, который обстреливал украинских военных, убивал украинские села. Может быть, не сам нажимал кнопку, но непосредственно в этом участвовал. Все тогда будет хорошо, не переживай. К нам относятся хорошо, нас кормят, мне оказали медицинскую помощь. Все нормально. Из-за сильного удара у меня к шее не держало голову, я все время сидел в положении вниз. Так, и что у вас за повреждения у шеи? У меня, ну, так как на большой скорости выпрыгнули, у меня был сильный удар головой, не сотрясение, а удар головного мозга, мне объяснил врач. Плюс перелом ноги, и осколочные на ранение в ноге. От сильного удара у меня шея немного, ну, болит, так сказать. И у меня организм немного путал вверх снизом буквально неделю. И мне начали предъявлять, что я физрук. Они искали какого-то физрука, я их обманул, мне пристали в голове, я так понял, снова оружие, хотели на месте меня завалить, потому что, ну, они кого-то искали. Помню, вот, 6-го числа в плену, да. Просто меня перепутали с одним человеком, у которого позывной был физрук, вот, а когда нас взяли в плен, ну, нас спросили позывные, и вообще, кто чем занимался. Так как я, ну, вычислитель, у меня особого позывного-то и не было. То есть у меня был там, ну, начвист меня называли между собой. А такого позывного прям, ну, не было, потому что я больше с собой не бегал. Вот. И я им представился, что я инструктор по физической подготовке, соответственно, физрук. Они немного, ну, применили ко мне кое-какие действия, но потом они поняли, что они ошиблись. Вот. Кто применил? БУДВшники. Ну, они думали, что я их обманываю. Суть в чем, они мне сказали, когда мы попали к ним, сказали, ребят, если вы будете говорить правду, все будет хорошо. Ну, соответственно, все рассказано было, то, что вот сейчас вам история рассказана и так далее. То есть все там, чисто правда с моей стороны, как я это видел и так далее. То есть с каждого, кто со мной был в плену, все-все говорили правду, то есть фамилия, милая и так далее. Все данные. Вы говорите, вы поняли, что они, вы там показали приемы рукопашного куху? Нет, они меня приняли за человека, у которого позывной был физрук. Этот человек в звании капитана выполнял какие-то очень плохие вещи, я так понял. И они его очень долго искали. И они подумали, что это я. Понял. Теперь все. Но суть в том, что нацисты, не выслушники, а нацисты, они получают деньги за наших военнопленных за сержантский состав около 300 долларов, за офицерский состав до 1000. Истрели случаи, что обманывают, деньги требуют за вот такой вот, ВСУ, деньги не требуют. Требуют только жизнь за жизнь. Человек за человека. Соответственно, если я им представился сержантом, я их обманываю. И они хотели в этом убедиться. Они мне не верили. И там у них начались разборки. Меня все-таки отбили, закинули в машину, увезли в тюрьму. Вот. И в этой тюрьме меня за шкирку выкинули. Камеру посадили. И там дальше начались допросы уже непосредственно националистов. Тут все подробно. Тут все совсем по-другому. Тут никто не убивает и не стреляет тебе в лицо. Да, в голове приставляли, автомат, было дело. Но я лежал на земле, в броне, у меня был нож в груди. То есть, ну, естественно, что я могу рыпнуться. И там. Я не рыпался. Мне сказали спокойно. Я был спокоен. Мне связали руки, оказали первую медицинскую помощь первому же делу. Спокойно любой националист взять град, как я вам сказал, БМП, на нас выехали с буквой Z. Взять град с буквой Z и отработать по тому же Харькову. И сказать, что, ну, это все сделали русские. Ребята, вы посмотрите. Выложить это в СМИ. А в населенные пункты долетало? Ну, да, когда было наступление 5 сентября. Нет, вру. 5 августа вроде было масштабное наступление наше на Подграково. Две деревни вправо. Рогатки расходятся. Я, честно, Маспаново вроде. Что такое. Там две деревни. Вот в этой деревне в 5 утра был открыт огонь артиллерии по приказу высшего командования. Туда улетело около 2000 снарядов. 2000 снарядов в две деревни? Да, примерно. Плюс-минус. В течение двух часов. Здесь все. Вы можете поговорить чуть больше, рассказать жене о том, как изменились ваши взгляды на жизнь? Я думаю, я дома об этом расскажу. Хорошо, как считаете нужно. Нас заставляли говорить на камеру, заставляли много чего под автоматами. Вы понимаете, что мы гражданские журналисты, вот это все никак нет? Конечно, понимаю. С нами можно просто побеседовать, и это делается под записи для публикации? Понятно. Понятно. Да. Все. Кормили два раза в сутки, давали каши по две-три ложки. Тут, я думаю, вас кормят лучше, чем там. Кормят? Ну, я, наверное, честно набрал уже килограмм, наверное, шесть или семь. Обзывания, постоянно оскорбления. Вас в плену кормят лучше, чем там. Да, тут и отношения, что вот даже у командиров, все отношения полностью, как к людям. Ну, как люди поступают, так и поступают. Я просто не могу даже представить, как бы, ну, как там они могут. Здесь все по человечеству, здесь все просто. Как там относятся к нашим пленным, вы можете себе представить, из того, как там относятся к вам. Не пленным, а к военным. То есть, если именно... Ну, хотелось бы, знаете, чтобы они поступали именно так же, как поступают с нами, как здесь относятся, то же самое, но... Мы тоже бы хотели. Купались мы раз в месяц, ну, условий не было никаких, получается. Ну, очень было трудно, домой звонить не давали. Ну, как только муж мой придет целый, не приди. Я приду, скоро целый, невредимый. Ну, по факту, видели мы другое, иначе то, что сама Украина так же обстреливает своих же мирных. Только послушай меня. Просто я тебе скажу, что вот здесь глаза открываются по-другому. Ну, только давай, сейчас не надо лишнего говорить, хорошо? Тебе еще сюда возвращаться и здесь жить. О, ладно. Ай, просто об этом. Мудрая желанинка какая. Не знаю, что оставаться там. Я не собираюсь оставаться, как там, я ничего лишнего не сказал. Я сказал все, что я увидел на своих глазах. А то, что личного я ничего не сказал. Насчет обменов говорили, Россия всему виной, Россия не дает, Россия... Я думаю, все равно все же всех как бы обменять, обменять. Просто дело времени, когда Россия успокоится и соберется с мыслями уже забрать своих военнопленных и отдать Украине и их же военных. Это очевидно будет в тот момент, когда Россия соберется с мыслями и пойдет, что им здесь вообще... Вообще дело не дело. Спросил, мы останемся живы. Нам ответили четко и ясно, что пацаны, вы нам... Ваши трупы нам ничего не нужны, говорит, вы останетесь живы, вас обменяют, не переживайте, Чтобы российские, чтобы наши пленные из России звонили домой, чтобы их показывали, что вот они живы-здоровы, что люди могли в этом убедиться. А тут даже нет никакой информации. И хотелось... Даже ни представителей ООН, ни Красного Креста толком не допускают, понимаете? Хотя нет, они говорят, что они же там добрые, хорошие. Добрые, хорошие. Ну, мужики нас там тоже... Нам сигарет дали, нам вот все приезжают люди, да, там... Как вы, говорит, приехали сюда, говорит, попали в плен, и у вас 4 пачки сигарет было? Ну, да, нам дались. Мы очень рады, спасибо, огромное спасибо России, что она поменяла нас. За все спасибо, за все спасибо Минобороне. Не знаю, мне нечего сказать, мы еще просто, ну, отойти надо от всего. Очень рады. Дай Бог всем здоровья. Поэтому я... Мой совет, сидите, работайте дома, пускай... никого я не призываю сюда идти. Привет, хорошее мое. Как дела? У нас все нормально, живое, здоровое. Что там, если что-то известно по обменам, то уже пишите сюда, так все хорошо. Все хорошо, я понял, спасибо большое вам давать, я вас тоже очень сильно люблю, все нормально будет. Только... Да, на быстро. Алло, привет, родная. Подскажи мне, пожалуйста, такой вопрос, что там по обменам, если что-то, то звоните, как бы, до званий, каждый день звоните, и по выплатам. Скажи, ты получаешь выплаты с деньгами, все нормально? Да, да, нет, нет, суммы не надо называть. Он же не кал. Говорит, что обмены будут не скоро, и хреново знаешь, пойми, что. Главное, звоните каждый день, названивайте, везде, куда только можно, и по деньгам ответишь. Получается, все нормально, так очень сильно скучаю, люблю, целую. Давай, если что, ответил возможности, потом уже, как я, как у меня получится, я по отвечу, отвечу потом. Пока. Привет, нет, я ничего не получила 12-го числа. Мы сегодня ездили с твоим папой в Новороссийск. Новороссийск, никто не имеет права получать выплаты, кроме меня, поэтому мы подали, и я должна получить, но я не знаю, получу я или нет. И то, сам понимаю, что это будет только зарплата. Никаких других, там, больших сумм не будет. А насчет обмена вообще ничего не говорят, молчат, неизвестно. Говорят только то, что ведутся переговоры. Как только будет, так все узнают. Больше ничего. А так мы тоже любим, скучаем, и надеемся, что ты скоренько приедешь. Все хорошо, ладно, давай тогда потом напишу, так хорошо. Привет, родная, как дела? Ты что, получила денежку, все нормально, там пришли тебе? У нас все нормально, что по обменам, там тишина в России. Так, если что, ответишь? Привет. Нет, я же говорила, что я вообще абсолютно ничего не получила. Еще и когда мы ездили в Новороссийск, я неправильные реквизиты написала, а этот, который в отделе кадров работает, он мне не отвечает, короче, вообще без копейки какой-либо сижу на содержании твоих родителей, моих. Вот, так, без тебя плохо, котик. Ничего, пока все молчат, не знаю, что делать. Показали ждать, идут переговоры, больше ничего. Скучаем по тебе. Ты, если можешь, скажи мне фамилии тех, кто с тобой рядом там сидит, фамилии, имена, если знаешь. Ну, если знаешь, фамилии мне нужны для матерей, которые тоже, как бы, ну, не знают о своих родных, там, в общем, попросили узнать. Если ты можешь такую информацию сказать, то скажи, я тогда передам. На первом месте, естественно, при допросе нас били, угрозали расчленением, прикладывая пистолет к виску, узнавая информацию о позиции, сколько людей осталось, техники и прочее все остальное. Отношения хорошие, кормят хорошо, чувства голода не имею. Спрашивали по одному человеку, потому что остальные, если меня, например, спрашивают, где-то находятся на расстоянии, чтобы не слышали то, что я отвечаю, чтобы проверить досконально. В этот момент, естественно, были издевательства. Я не знаю, что происходило конкретно с ребятами, всю дорогу молчали до самого конца плена. Со мной все хорошо, я целый, все конечности на месте, все, что там говорят по телевизору о плене, это все, это ложь. издевались еще таким образом, целый час морозили пятерых нас, людей, пленных, так сказать, тем, что один из вас лишний. Думайте, кого будем сейчас убивать. Как бы я, мы на полном серьезе и в течение часа. И то, что сейчас здесь происходит, то, что говорят у нас, как происходит плен на Украине, и то, что сейчас я наблюдаю, это вообще две разницы большие. Я не вижу никакой паники. Приняли, среди нас был взрослый человек, который посчитал, что я уже свое прожил, убейте меня. Их якобы этого не устраивало. Он говорит, пожилому жизнь оставь. Думайте из молодых, ну, такого типа. Если не придумайте, говорит, убьем двоих. Ну, в итоге поиздевались, слава богу. Ребят, ну, не все то правда, что говорят у нас по телевизору. Здесь, на самом деле, если говорить о плении и прочего военного действия, все происходит немножко иначе. Фашизм присутствует на Украине. Все происходит иначе. Здесь нет нацизма. Нет нацизма. Чего содержали в условиях, в подвале жили, на поддонах. Спали на поддонах. Сказать, ну, грубо говоря, сухо, нет. Сплю на сухом месте, укрываюсь. Первый день. Дай бог сил здоровья, вернуться, дать им бой до самого конца, чтобы прекратить вот этот бардак, который там происходит. Не надо идти сюда воевать. Никто не захватывал мирное население. Все мирные люди, есть также военнослужащие, которые сейчас защищают свою землю. Все. Солнце, привет. Слушаю, уточни в части по поводу нас пятерых, включая позывной стрела, узнаю, что говорят. В плену мы, не в плену. В курсе вообще или нет? Понимаю, что это бюрократическая машина. Привет. Слушай, ну, конечно, да, уже все, все подтвердили, ждут обмена, но про обмен никто ничего не говорит. Вот, мы что-то на уши, Слав, я же тебе говорю, подняли всех, 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 всех от слова совсем. Не буду тебе эту сейчас сдаваться в подробности. Все в курсе, но ты понимаешь, что это бюрократическая машина. Понимаешь, мы месяц тут бьемся головой об стену, ну, грубо говоря, я имею в виду, что пробивая, понимаешь, этих всех, скажем, все эти структуры. Понимаешь, они все валят тоже, это украинская сторона не хочет меняться. Вот тебе, понимаешь, а правда она где-то посередине. Мы все делаем, Слав, все нормально будет, все в курсе, все в курсе, и часть в том числе. Когда попали в плен, нам сразу завязали глаза, чтобы мы ничего не видели. Завязали прям, ну, сильно, чтобы мы вообще ничего не видели. И так проходили, проходили там первые, наверное, дней 10-12. Здесь было ранение со мной, где собирали, ну, кость. После чего на третьи сутки вот меня отвезли в больницу, сделали операцию и поставили аппарат Елизаровым. После чего сделали вторую операцию, когда мы зашивали сами, получается, саму кожу и зашивали мышцы. А третьи сутки после того, как я был в плену, мне сделали операцию под общим наркозом. У меня было ранение с тем, что кость была наполовину раздроблена. Приехали мы сначала в какое-то непонятное здание, после чего начался, как таковой, допрос, можно сказать. Я приехал уже, получается, не в первой партии, можно сказать, с нашего направления. Там уже слышал, ну, были завязаны глаза, слышал, как уже допрашивают других товарищей по службе с моего же подразделения, слышал громкие, там, крики, там, или еще что-то. Да, 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 у нас в комнате много человек не переживаемых, мы как бы все вместе все хорошо. Общаемся, разговариваем. Да, конечно, конечно. У меня все нормально, как бы за меня не переживай, все хорошо, нас кормят, все нормально. А не переживай. Все нормально. После чего сказали, что как ты офицер, говорит, ты уже в следующий пойдешь. Все, пошел на допрос, первыми словами были, ну, зачем ты сюда пришел, ну, как обычно они все спрашивают, и после чего спросили с должностной. Потом я назвал, что я артиллерист, и после этого сразу, как они узнали, что я артиллерист, они сказали, это тебе за наших, начали сразу применять как таковой тапик, с электричеством и дубинкой бить. Все хорошо. Можешь там кушать? Да, все хорошо, я тебе говорю, не переживай. Что ты делаешь? Читаю. Много читаю. Я читаю. Много. Много. Все, после чего, ну, первые, нас в первые шесть дней вообще не кормили, давали там одну бутылку на двоих воды, ну, там, из хозяйства, не знаю, из какого. Я был ранен, мне, может, там могли дать бутылку в день, в туалет там водили, там раз, там в день, в сутки или еще что-то. Вас сколько, месяц возили на перевязку? Нет, меня возили, получается, там, где я был 10 дней, предыдущее место, меня возили через день. Через день? Да. Получается, одну перевязку делала сама медсестра, там, где я был, а, получается, через день возили именно в поликлинику, где делал доктор перевязку. Там, ну, всякие вот новости, которые они там показывают всегда в пабликах, они нам это показывали, говорили, для того, там, ваша страна там плоха или еще что-то, как бы, ну, именно в морально-психологическом состоянии. Я тебе говорю, кормят нас, моют, все хорошо, нормально обращаются, читаем книги и все хорошо. Там, например, подходили, там говорили, леет и матрос, леет и жирный, там, пинали по ребрам или еще что-то. Очень много таких людей было, которые приезжали, потом уже в другой пункт, которые приезжали, там у них отбивали формы ветки, синяки были. Как вы считаете, вам хорошую медицинскую помощь? Да, я считаю, что да, потому что уже были две операции, которые позволили мне оставить руку, как бы, и благодарен тем, кто помогал мне. Вы знаете, кто вам делал эту операцию? Ну, мне, получается, лечь, не лечь, врач, а медсестра сказал, что тебе делал профессор, его зовут, Михаил, также водитель, который меня возил каждый день на перевязке, не каждый день, а через день меня возили на перевязке к доктору, и его тоже звали Михаил. Настюк, смотри, еще такой вариант, в телеграме там беседа есть, где наш выпуск 20-20, или как-то, там напиши пацанам, и там еще сидят все офицеры, которые у меня были, может, они помогут как-то через академию, там, или какие-нибудь еще выходы будут, давай, люблю тебя, спасибо большое, целую. Малыш, привет, все хорошо у меня, я сейчас еду в больницу, снимок сделаю, и все, ну, потом уже скажут, что дальше делать, так что вот, я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе, всем родителям, большой, 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 большой привет, очень скучаю по вам. Настюш, привет, у меня все хорошо, как у вас там дела, родителям большой привет, скажи, передай, можешь отправить это сообщение, скажи, что у меня все хорошо, кормят, все хорошо, не переживайте, ждем обмена, люблю, целую всех. Привет, еще раз Настюш, нет, в 20-х, только в 25-х, чистых, вот так вот, там уже будет еще повторный снимок, и, скорее всего, уже операция, когда уже будут снимать аппарат, так что все хорошо, не переживай, люблю тебя, и в понедельник уже, может и получится, не получится, не знаю, но заранее не буду тебя поздравлять, так что давай, люблю тебя, целую, пока. Любимый, привет, с днем рождения тебя, очень тебя люблю, сильно, 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 извини, что у меня нет с тобой рядом, получилось тебя поздравить, так что у меня все хорошо, не переживай, всем, всем, всем большой привет, очень сильно люблю тебя. Я был ранен, мне, может, там могли дать бутылку в день, в туалет там водили, там раз в день, кормить не кормили, давали только воду пить, бутилированную. Как здоровье, Сашуль? Все нормально, лечат, все хорошо, все кормят, вообще, изумительно, отношения тоже хорошие. Слава Богу, спасибо им большое. У меня все нормально, все хорошо, слушай, скажи, пожалуйста, там счастье вообще, либо там откуда-нибудь еще тебе звонили, говорили, где я, что я. Ничего себе, какая щедрость с фотографией, я так понимаю, это связано с ситуацией сейчас под Харьковом, поэтому, Сашка, как я рада, что ты мне прислал фотографию, зайка, все будет хорошо. Как над людьми, с теми, с кем я лежал в этом же плену, лежал, в прямом смысле слова, лежал в одних трусах и в рубашке с коротким рукавом, больше ничего не на мне, а как оказалось, потом на других ничего не было, мы лежали на кафе. Да, все говорю, все хорошо. Да, пришел книжку выбирать, сейчас молодую гвардию заканчиваю читать, другую возьму. Как же били, и вот эти крики, стоны были, честно, очень ужасные, настолько ужасные, что ты лежишь с закрытыми глазами, не знаешь, кто будет следующий, кому из нас не повезет, кого следующего заберут туда. Мне он, Сашечка, я так не знаю, какой ты из нас. Как у тебя дела, скажи мне, пожалуйста. Все хорошо. Все хорошо? Да, да, да. Сашулечка, мы работаем, ждем, буду ждать столько, сколько, сколько нужно, все будет хорошо, рано или поздно. 10, по-моему, пленных из Российской Федерации, которые изъявили желание пообщаться с священником православной церкви. И если все будет хорошо, пообщаются они сегодня с митрополитом Ануфрием. А можете посчитаться, сколько чаев, сколько чаев, чтобы выдать. 9 кофе, 1 чай. Прекрасно. Я еще раз хочу вам пожелать самого доброго. Если у вас есть какие-то вопросы, может, что-то такое вас интересует, то, пожалуйста, я отмотру. Внутри что-то повеселивать? А? Внутри что-то повеселивать? Можно. А благодарить вас можно? Угу. Спасибо. Спасибо вам. Хочу вам дать по иконочке, если вы имеете желание. Маленькая иконочка, если вы имеете, перед чем молиться. Княжь Владимирович, тот, который крестил Русь. А у вас нету, Спасибо. Спасибо. Так, ну, если кто-то хочет, пожалуйста. Можно вопрос? А у вас нету? У меня была книжка «Молитва слов», чтобы молиться, походно у меня «Молитва слов» был, где были написаны... Если кто-то еще хочет, то мы можем вам это все... Да? Да. Сейчас они по одному поговорят, а потом все. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех за такую возможность посетить такое место. Тоже слова благодарности. Большие-большие, искренние и глубокие слова благодарности. Спасибо большое. Ты же хотел бы. Хотел бы. Ну и все. Спасибо. 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 Спасибо.